Открой мне Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы поговорим о положении христиан на Ближнем Востоке. Наш собеседник Марат Мусин, доктор экономических наук, руководитель волонтерского информационного агентства «Анна Ньюз». Добрый день, Марат. Добрый день. Всех потрясли события, недавние которые случились с похищением архиереев в Сирии. Как такое могло произойти и кому это было выгодно? Ну, это, естественно, дерзкий очень такой шаг со стороны фронта Аль-Нусра, подразделения Аль-Каиды. Потому что раньше действительно похищали, пытали христиан, ну и, собственно, всех кефиров, всех неверных, всех, кто не относится к этим тоталитарным сектам ваххабистского, салафистского толка. Но здесь демонстративно, так сказать, был сделан выпад против христианства на уровне, так сказать, иерархов Сирии. Суть очень простая. Та форма войны, которую, так сказать, НАТО опробирует на Ближнем Востоке, она необычная. Помимо разведывательного, военного, так сказать, связного обеспечения боевиков, война сводится к тому, что инструкторы НАТО делают ставку на уголовников и на представителей ваххабистских, салафистских групп. То есть, фактически, на Аль-Каида. Собственно говоря, основная проблема связана с тем, что если традиционной конфессии «Бог – это любовь», то когда мы говорим, что давайте возьмем протестантские течения, у истоков которых тоже всегда стояли англичане. Это и конец XVIII века ваххабистское течение, это и братья-мусульмане, и, так сказать, все такого рода вещи. Идея проста. Надо сказать в различных конфессиях, что между Кораном или Библией и табу не должно быть посредников. Нет духовных наставников, которые могут передавать свой опыт. Нет материальной культуры, нет икон, нет монахов, нет вот этих памятников и святынь христианских, или, так сказать, мусульманских. И тогда действительно гордыня ума для человека необразованного создается иллюзия, что многие проблемы в обществе можно решить, не получая образование, не получая работу, не поднимаясь, так сказать, в профессии. А достаточно взять шашку, то есть саблю или, так сказать, винтовку и расстрелять всех неугодно. Ну, кефиров, как мы с вами. В этой ситуации, соответственно, те, кто запускают такие проекты или пытаются их контролировать, они думают, что ставка на темноту и невежество на это средневековье, что если люди, так сказать, культурный слой срезают полностью, если вопросы даже семьи подменяются тем, что идут фетвы, что если тебе нужны женщины, их можно, так сказать, брать, уничтожь кефира, возьми его жену и дочерей полон, так сказать, ты можешь насиловать 14 лет и так дальше. То есть вот получилось так, что очень удобная форма для тоталитарных сект. Если в православии они развитие не получили, в католичестве мы знаем, так сказать, что творилось в Европе средневековой. Там все-таки действительно рациональная составляющая позволяла таким сектам существовать. Но вот ислам оказался самой слабой традиционной конфессии, в котором действительно вот эти тоталитарные секты начинают резко оттеснить традиционный ислам. Значит, мы должны с этим считаться, потому что суниты у нас есть, так сказать, на Урале, Татарстан, Башкирия, ваххабиты у нас есть на Кавказе. И это оружие, которое используют еще раз крупные игроки. Подложка всех этих войн – это, конечно, газовая и газотранспортная война. Англосаксы действуют очень грамотно. То есть, если просто средневековый террор устроен был в Ливии и сейчас в Сирии, когда сильно уничтожаются все. Первое, с чего начинают ваххабиты, салафиты – это наркотики для кофиров. Дальше – это похищение, издевательство, убийство. Я просто приведу простейший пример. Когда мы снимали в Хомсе, один из христианско-лавийских районов, из 20 тысяч женщин, которые там были, 1200 были похищены, изнасилованы, убиты. Я сам разговаривал с арестованными бандитами, 5 классов образования, 2 судимости, которые просто действительно, получив оружие и деньги в руки, просто творили беспредел в Хомсе. Похищали женщин, даже суниток. Сейчас идет ликвидация не только христиан, не только оловитов, не только шиитов. Просто уничтожают любых лояльных власти сунитов. Я вижу очень много офицеров сунитов, которые просто героически воюют, жертвуют своей жизнью. Хотя мы похоронили много и христиан, и представителей всех других направлений. Продолжаются боевые столкновения республиканской гвардии и отрядов боевиков. Пригороды Дамаска стали горячими точками. Жители покидают свои дома. Военные проводят специальные операции, обследуют районы, в которых по информации остаются отряды террористов. Мы на зачистке района Аль-Хаджар-Аля-Свод. В этом районе около тысячи боевиков по оценкам правоохранительных органов. Зачистка длится шестой день. По этим кадрам можно представить, что такое война с террором. Боевики хорошо вооружены, обучены в лагерях Аль-Каиды. В бандах служат наемники и исламисты из радикальных салафитских группировок. Те же самые ваххабиты, которые воевали на Северном Кавказе, в других горячих точках. Так выглядят улицы этого района после зачистки, поскольку у боевиков РПГ, ДШК и даже ЗУШК. Для подавления хорошо укрепленных огневых позиций боевиков, сирийской армии приходится точечно использовать артиллерию, огневую поддержку с воздуха. Это снижает потери среди призывников-срочников и мирных жителей. Этот молодой солдат полгода обучался в снайперской школе. Сегодня на его счету не один десяток уничтоженных террористов. Он говорит, что война сломала все его планы на жизнь. Давайте мы немножко картину обрисуем. Может быть, не все знают подробности межрелигиозной жизни в Сирии. Какая она была до начала войны, какова она сейчас, и как удавалось до начала войны сохранять такое терпимое отношение между представителями разных религий, разных направлений и течений в этих религиях. Христианство в Россию пришло фактически из Сирии. Я снимал такие святыни, как монастырь святой Феокла Маалюль, Сиднай. Там просто, так сказать, это история христианства. И Сирия – это светское государство, через которое пролегали торговые пути, где действительно мирно уживались. Например, я могу прийти к мечети Аммиадов, которая стоит на месте римского капища, потом в христианский храм и в ловчонке, так сказать, нумизмата, купить какие-то сувениры у евреев, которые там торгуют. То есть вот это действительно была ситуация, когда своеобразная культура тысячелетняя, потому что первые письма Сугареша, так сказать, было, я вот снимал и там. Но действительно уживались, пристрели всех конфессий. И христиане, и мусульмане, даже иудеи, так сказать, вот это все как бы было. И вот светское государство пытаются превратить действительно в подобие сейчас Египта, когда если, так сказать, местная девушка выходит не в хиджабе, ее можно избить, изнасиловать, потому что она, так сказать, не соответствует вот этим представлениям. Удобна очень форма для того, чтобы завлекать молодежь, делать необразованного, так сказать, тупого, упертого человека, так сказать, властителем дум, да, который может, так сказать, сделать там с профессором, доцентом, все что угодно. Это ведь гарантирует этим странам, где такая модель побеждает прозябание, отсталость там на десятилетия и так дальше. Вот. Поэтому, значит, вот развернулась такая война, война на уничтожение. Фактически на уничтожение. Поскольку со всего мира сейчас берут наемников, и это входит в военную доктрину НАТО, то есть их офицеры должны уметь работать с уголовниками, с ваххабитами. Вот. Они решают свои задачи, например, в Египет. В Египте установлен контроль, так сказать, англосаксов, да, но там много недовольных, безработных, так сказать, из темных таких вот проблемных районов, так сказать, мусульман, да. И вот их начинают, как бы, вербовать и сбрасывать из Египта в Сирию. И Ордания, Ливия, Турция вмешалась тоже в мусульманские проекты. И, грубо говоря, вот этот передел, мы должны помнить, 17-й год, да, примерно та же модель. Но там была сделана ставка о том, что на социальный аспект, о том, что существующая система несправедлива, как и сейчас, то, что мотивирует, так сказать, людей вступать в эти тоталитарные секты. Вот. Но два пути. Либо ты действительно прилагаешь колоссальный труд, начинаешь учиться, получать профессию, так сказать, и расти. Либо ты вот берешь оружие в руки, и учиться не надо тогда. И тогда так сильный прав. Но это, опять же, если религия – это любовь, то здесь ненависть. Уничтожь всех, кто не входит в твою семью. Форма, в которой это происходит, они чудовищные. Мы снимали очень много, так сказать, погибших. Это издевательства, это пытки, это похищения, это насилие. Если, так сказать, людей похищают, то у меня, например, год назад похитили переводчика, но, к счастью, только избили, разбили голову. Его удалось отбить. Вот. Но так, в принципе, такие счастливые исходы далеко не для всех. Вот. И мы понимать должны, что Сирия сейчас в одиночку стоит против вот этого, против вот этого сатанинского всего мира, да, когда со всех стран за деньги Катара, Саудовская Аравия туда закидывают вот это пушечное мясо. Армия их перемалывает, потери один к восьми, но их очень много. Их очень много. Сейчас готовятся, мы снимаем на передовой, поэтому мы прекрасно знаем, как действуют солдаты. И, к сожалению, еще раз говорю, много наших друзей погибло. Это и мусульмане, и христиане. Вот. Это молодые парни, которые не успели, так сказать, создать семьи. И вот это, как бы, горечь вызывает. Люди воюют уже два года. Воюют в городах, потому что боевики входят. Все очень, так сказать, первое, что они начинают запрещать детям в школах ходить, дальше начинается. Террор, публичные казни. Вот. Естественно, люди, которые не хотят жить в такого рода стране, они либо уезжают, либо берут оружие в руки. Идя к передовой, я думал, есть ли смысл церемониться с людоедами. Еще на днях окруженные бандиты просили дать им возможность сложить оружие, но тут же попытались похитить мирную делегацию. Одновременно в интернете появился хит от боевиков. Какой-то идиот ест человеческое сердце и печень. С этими людьми садится за стол переговоров. Сегодня утром армия продвигается вперед. Мы идем к передовой не спеша. Солдат, сопровождающий меня, без оружия, так как население не боится своей армии, и мы не ждем удара в спину. Это здание в 150 метрах возвышается над позициями боевиков. Солдаты готовятся к наступлению. Я только что хотел помочь бойцу перенести мешок с песком, как она начал работать снайпер. Сейчас я сижу за этой битонной стеной в относительной безопасности. СоседThen Продолжение следует... 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 ориентации традиционного ислама. И на его место заходят боевики. Но теперь они заходят, это не только представители России с Урала и Северного Кавказа, это с любой страны. Это ваххабистский интернационал. Мы сейчас столкнемся с ситуацией более сложной, чем Первую и Вторую Чеченскую войну. И вот этот проект воевать надо на дальних рубежах. То есть воевать, то, что я вижу, то, что там происходит в городах, это пустыня, это Сталинград. Допускать это и вести такие бои в Подмосковье или на Урале, это безумие. То есть сейчас надо максимально помогать Сирии. 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 Мы находимся рядом с центральной улицей. Карнеш. Центральная улица Дороя. Еще недавно вот этот район был занят боевиком. Обольшинство боев свидетельствует вот такие вот развалики. И до сих пор слышна стрельба. Мы сейчас идем на передовую, вот там, где идет сейчас бой. Последние события показали в последнее время, что и в Соединенных Штатах Америки, и в Великобритании, в общем-то, количество мусульман радикальных, оно не уменьшается, тоже увеличивается. То есть они играют и против себя, получается? Мы говорили о том, что это ошибка генерала Петриуса. Это автор вот этой, он и мадам Клинтон, что за счет разведывательной, то есть сетевую структуру, построенную на идеологии, так сказать, вот этой ненависти, контролировать за счет разведа сообщества и вот этих ячеек, не удастся. Что идеологически мотивированная вот эта тупая, упертая масса, она выйдет из-под контроля, потому что ее можно только перемалывать, уничтожать. Я разговаривал с руководителем Аль-Каиды, там, человек 12, да, один взорвал 440 человек, там около 90 человек просто трупов. А студент-медик четвертого курса, но он был руководителем подразделения Аль-Каида. И где? Это было под Дамаском. И таких много. Я в разных городах, так сказать, вот общался, и поэтому это люди страшные, потому что это террор, это еще раз, это все, кто не с нами, они должны быть уничтожены, да, их жилы должны быть, дети изнасилованы и так дальше, да, рабы. Это реальный, это, представьте, 21 век. В Сирии, еще раз говорю, бьется одна. Конфликт интернационализирован. Сейчас просто уже совершенно понятно, что американцы посылают 200 инструкторов из танковых дивизий. Катар тоже посылает инструкторов в Иорданию и в Ливан. Это первый бронетанковый полк. Тоже инструктора-танкисты. То есть совершенно понятно, что решение, которое приняли страны НАТО, воевать чужими руками, то есть они берут вот этих салафитов, Катар дает деньги, да, они дают им легкую бронетехнику, ставят на нее современные средства борьбы. То есть это истребители танков и спецназ. 4 июня. Алеппо. В Алеппо, в ходе мероприятий, направленных на борьбу с бандитизмом, уничтожена банда, входящая в состав террористической организации фронта Аль-Нустра. Один из бандитов, сдавшихся в плен, в ходе расследования признался, что их банда занималась грабежами, минированием транспорта, жилых домов, нападением на военные объекты, похищениями мирных граждан с целью получения выкупа и убийствами ни в чем не повинных людей. Хама. В городе Хама правоохранительным органам с помощью мирных жителей удалось обнаружить и захватить один из командных пунктов террористической организации фронта Аль-Нустре. В ходе проведенного обыска были изъяты компьютеры и компьютерное оборудование. Большое количество оружия, боеприпасов, современные средства связи и готовые к применению самодельные взрывные устройства. обнаружен также подземный ход, в котором боевики прятались. По данному случаю проводится расследование. Хомс. Пограничными войсками Сирийской Арабской Республики совместно с армейскими подразделениями пресечена попытка перехода с сирийско-ливанской границы крупной бандой боевиков фронта Аль-Нустре. На предложение о сдаче террористы ответили отказом. В ходе боестолкновения вся банда была уничтожена. У боевиков изъято большое количество стрелкового оружия, боеприпасы, ручные гранаты. Среди сирийских военнослужащих потерь нет. В провинции Хомс продолжается выполнение контртеррористической операции против банд Аль-Нустре и их пособников. От боевиков полностью очищен поселок Аль-Джавадия. В ходе... Что в этой ситуации может сделать Россия, в том числе русская православная церковь, верующая? Может быть, есть возможность оказать какую-то помощь христианам? Гуманитарная помощь там понятна. То есть, вот у меня наш приход, в Тюмени, отец Николай, вот сейчас прислали, так сказать, деньги, чтобы я привез, их передал. Но я думаю, в какой-то детский дом, потому что в этой ситуации разделять детей, например, или раненых по конфессиональному признаку неправильно. Сейчас вот все светлые силы воюют с дьяволом. То есть, все, кто понимают, что вот это дьявол, что это действительно это не Бог, это не любовь. Это совсем другое. Вот они все братья. Вот у нас погиб танковый экипаж, мы освященные крестики раздали всем там. шииты, алавиты, суниты. Все взяли. То есть, офицеры, лучшие офицеры там сирийской армии, Вот в карман положили, потому что близкие друзья гибнут, молодые ребята. Вот, поэтому мы должны помогать, но не только гуманитарную помощь, не только вот деньги, да. Мы должны понимать, что это общий враг, этот враг объявил Россию врагом номер один, и они к нам придут. Поэтому государство обязано сейчас защищать наши интересы там, в Сирии. Спасибо большое за беседу. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok